Сегодня в космос какой-то современный топерский кинозал в Новосибирске, и его непосредственно создатель, как это, продвигатель, просто Арсений Трофим прошу любить и жаловать. Привет тебе. Здравствуйте. Расскажи, что такое современный топерский кинозал, что такое вообще топерский кинозал, кто такой топер? Обо всем по порядку. Ну, топеры – это те люди, которые во времена немого кино, эта эпоха длилась до 30-х годов, до того века, ну, где-то вот с конца 19-го, то есть лет 35 было. Топеры – это те люди, которые озвучивали немое кино. Тогда еще не существовало технологий, которые сегодня существуют, и уже лет 80 последних, когда наносят на пленку не только изображение, но и звук. Соответственно, кино было немым, и звук какой-то все-таки должен быть, потому что немое кино не значит совсем немое, и вот оно такое должно быть. Редкие только авторы говорили, что вот в моем кино вы должны все тихо сидеть, сука, не должно быть, это только скрип половиц. Нет. Озвучивали обычно топеры, потому что звук нужным был, и топерами были пианисты. Пианисты, потому что универсальный инструмент, рояль, фортепиано мог практически все что угодно воссоздать, любую эмоцию, любую сюжетную линию, куда сложнее было бы одноголосным инструментом. Были еще и оркестры, но это было дорого. Соответственно, в 30-х годах все это прекратилось, потому что звук уже не нужен был академический какого-то, звук уже был на пленке записанный. С точки зрения сегодняшней, то было ремесло, а сегодня топер это прежде всего композитор, это человек, владеющий искусством импровизации и человек, который понимает кино. Поэтому топер это эволюционировало уже, вот понятие. И сегодня современный топерский кинозал раскрывает вот именно новый образ, новый вид топера. Сегодня созданы новые краски для того, чтобы художник был более богатым, получается. Да и авангардные фильмы фантастические того времени, получается, не имели возможности звучать так, как они могут сегодня. Поэтому фантастику сегодня я лично озвучиваю электронной музыкой, а тогда над этим работал оркестр. Но это сложно иногда, потому что это авангард был, это искусство, опережающее время. И вот электронная музыка как раз таки это, что появилось позже, свой авангард в музыке. И вот сегодня, когда ты смотришь на все это, понимаешь, что вот как гармонично, а как можно было на скрипке озвучивать эту фантастику. Поэтому современный топерский кинозал, он и актуален, и современен, поэтому это современное искусство в любом случае, потому что кино вроде бы старое, но музыка новая, а в результате ты все это по новому воспринимаешь, и поэтому это современное искусство. То есть я работаю именно там, где не было музыки, то есть я автор, который делает что-то новое. В России это единственный действующий проект, который занимается еще и гастрольными программами, и имеет свой репертуар постоянный. Но пока мы, что мы первые и самые такие, наверное, быстро развивающиеся. Вот у нас в репертуаре сегодня 25 фильмов. Ну слушай, ну за полтора года есть какой-то успех, может быть, в гастрольной деятельности? Как реагирует публика на вот такой новый эксперимент, коктейль такой, скажем? На публику, публика очень хорошо реагирует, причем как на академические фильмы Чаплин, Бастер Киттен, вот, различные другие режиссеры и кинофильмы, как и фантастика, как и авангард, потому что в каждом городе существует определенное количество людей, которым нравится то, то и то. Из успехов это то, что мы на Селегире, это форум российский, вот, хорошо известный, с тем, наверное, уже заняли 8 место из 240. Также сейчас нас будет поддерживать Министерство культуры Российской Федерации, это очень приятно. Открывали международный фестиваль, фестиваль-фестивали, вот, он известный на весь мир, вот, своим названием и вообще с событиями, вот. Ну и вообще играли в очень неприлично известных местах. Неприлично известных местах? Ну и гостиница Астория, Мраморный дворец и так далее, и так далее в домке. Но, в общем-то, она знает, и мы знаем, что мы идем, развиваемся, слушателей все больше. Около 100 концертов произвели за полтора года. Я только хотел спросить, а это вообще как-то прибыльно или нет, потому что сейчас как-то все же есть хотят, все хотят как-то, ну, более-менее, одеваться хорошо. Так как это не бизнес и, скажем так, некоммерческий проект с точки зрения зарабатывания денег, он не может быть коммерческим, потому что нельзя собрать стадион. Ну да. Вот, поэтому он, ну, где-то в самоокупаемость иногда выходит, иногда какой-то заработок, по-моему. Но это не работа моя, поэтому, с этой точки зрения, здесь все-таки большое искусство. Вот, ну, будем ездить за границу, может быть, там будут выдавать огромное количество евро. Вот, ну, будем ездить за границу, может быть, там будут выдавать огромное количество евро. Вот, в итоге это получается киноконцерт, довольно-таки новый вид искусства. И кино, и концерт. И можно сказать, да, это легко понять. Кино играет, музыка играет. Но потом, когда ты приходишь, именно понимаешь, что два вот потока информации, кино и музыка, все это одновременно, и ты постоянно забываешь, что кто-то сидит и вжел руками играет все это, то ты понимаешь, что да, это киноконцерт, это синтетическое искусство. Кино и музыка. Вот, один плюс один равно два, то и три. Где-то есть пара произведений, где 100% импровизация. Именно такие, которые наиболее абстрактные, сюрреалистические. И там даже сюжеты толком нельзя разгадать, поэтому и конечную партитуру создать было бы не очень-то и правильным. Ну, и немного о технической точке, скажем так, зрения хотел спросить. Как это все происходит? Ты на синтезаторе... Это сегодня, это сегодня. Больших инструментов я не стал вести. Там, советский синтезатор поливокса, далее все это было очень тяжело бы, пошло бы на вездеход ехать. Сегодня у нас фантастическая музыка и фантастическое кино. И вот подобного рода звуки будут, потому что у нас сегодня 8 новелл, 8 разных фильмов. Поэтому сегодня авангард, экспериментальное кино, фантастическое кино. Вчера, например, Чарль Чаплин был классик, стояла фортепиано, ничего лишнего, никаких синтезаторов. Завтра будет тоже инструмент электронный, просто фантастик. То есть, исходя из кино, соответствующие инструменты. Итак, для вас был современный Топерский кинозал и композитор Арсений Трофим. Мы приехали к вам из Санкт-Петербурга, специально для Акспекта.ру. Приехали специально для нас. Да, приехали. Продолжение следует.